Все изображения планет. Представление художника. 22 года назад астрономы открыли первую планету около Солнца подобной звезды. Это история о первопроходцах в охоте за планетами и о том, как те, кто к ним присоединился, теперь готовы ответить на один из самых древних вопросов человечества. Есть ли жизнь ещё где-то во Вселенной? Экзопланета. Планета, которая вращается вокруг звезды, не являющейся Солнцем. В 1586 году известный итальянский монах Джордано Бруно опубликовал книгу, в которой он написал, что Солнце — это звезда, Земля, планета, и что у других звезд наверняка есть системы планет или даже жизнь. За это и за другие радикальные идеи, которые он высказывал, в церковь его публично сожгла. Можно сказать, что в те времена планеты вне Солнечной системы были трудной темой. Экзопланеты были примерно такой же глупой идеей, как и поиск неземной жизни и маленьких зелёных человечков на других планетах. Серьёзно? Поиск планет был слишком фантастической темой. От этой области науки отдавало чем-то шарлатанским, потому что за предыдущие 50 лет или около того было очень много заявлений об открытии первой планеты вне Солнечной системы. И у всех этих заявлений общим было одно — все они были ложными. В поисках другой Земли. Никто не знал, никого не волновало. В Сан-Франциско, Калифорния, астрономы Джефф Марси и Пол Батлер занимались себе поиском топлеровских смещений, изменения наблюдаемого цвета света от звезды. Первые 8 лет работы над программой я провёл, просто пытаясь улучшить методы, используемые в проведении таких измерений. В основном вне поля зрения, и никто не знал, чем мы занимались, и никого это не волновало. Лучом надежды, что всё-таки возможно обнаружить планету, стало открытие Дэйвел Эттема и Свимази, заготочного тела, которое обращалось вокруг звезды HD 114762. Они объявили об открытии тела, которое они назвали коричневым карликом. Они посмотрели и не видели его в телескоп, так что если бы это была звезда, чья масса была в сто раз больше массы Юпитера, то они бы её увидели. По сей день неизвестно, является ли это тело планетой, или коричневым карликом, или даже звездой малой массы. Но это открытие вдохновило остальных продолжить поиски. Другой опасный подход к охоте за планетами разворачивался в Канаде. Команда Гордона Уолкера и Брюса Кэмпбелла использовала смертельный газ, второводород, в попытке точно измерить топлеровское смещение. Он показал мне свою установку в Канаде. В одно и то же время, один человек был бы внутри, занимаясь настройкой, второй человек ждал бы снаружи с двумя противогазами, наблюдая через иллюминатор. И если бы что-то пошло не так, он должен был надеть противогаз, вбежать в комнату, натянуть противогаз на второго человека, поскорее вытащить его оттуда. В любой науке должен быть элемент опасности, должен быть хотя бы намёк на возможность смерти, иначе вы не занимаетесь передовой наукой. Они стали настоящими первопроходцами в данной области. Просто потрясающие достижения. Мы все сейчас здесь, благодаря их работе. Пульсар планеты? В 1992 году другое открытие привлекло интерес астрономов, занятых поиском экзопланет. Но эти новые экзопланеты вращались не у обычной звезды, они вращались около пульсара. В Эрисиба, Вольщина и моего коллегами были обнаружены два очень больших тела, и они заставили нас сильно задуматься. Мы назвали их пульсар планетами. Вольщин и Фрейл в некотором смысле особый случай, потому что в то время никто сильно не сомневался, что это планеты. Но это были планеты у странного объекта, пульсара. Но это правда были первые два тела на орбите у мёртвой звезды, звезды, которая больше не светит. Формирование планет — чрезвычайно сильный энергичный процесс. И открытие говорило об этом, и мы это упустили, потому что мы его не понимали. Мы должны были понять, что планеты не появляются поодиночке. Они появляются системами, но мы всё ещё были слишком сосредоточены на поиске первой планеты. Первая планета у Солнца подобной звезды. На другом конце света в Женеве два швейцарских астрономов усердно занимались разработкой другой методики. Их инструмент взял за основу технологию оптоволокна, и они использовали её, чтобы обратить свой взор к экзопланетам. В свой первый день на работе я получил от Мишеля буклет с исчерпывающей информацией об обработке данных спектроскопии, о чём в то время почти ничего не было. И это всё. Нам надо было собрать этот инструмент, и мы спроектировали его без особой помощи от других, потому что другие люди считали, что это не так интересно. Спустя пару месяцев, уже в конце 1924 года, мы получили сигнал о периодическом изменении яркости нескольких звёзд, не только какой-то одной. Мы очень быстро поняли, что инструмент мог быть гораздо точнее, так что начали более детально изучать пару звёзд. 51-я пегаса была одной из них, она была очень яркой, и очень быстро выяснилось, что 51-я пегаса странно себя ведёт. С одной стороны, мы были абсолютно уверены в качестве измерений. Все эти сигналы намекали о планете. Но тогда это должна была быть очень необычная планета. И в то время мы подумали, ой, видимо, что-то не так с программами на инструменте, и надо с этим разобраться, иначе моя диссертация под угрозой. На протяжении следующих нескольких месяцев астрономы проверяли и перепроверяли данные. Проблема была в том, что никто не мог представить себе такую большую планету с такой короткой орбитой. Мы вернулись в июле вдвоём с Мишелем, очень взволнованы, и решили, окей, давай посмотрим, остаётся ли наше предположение, которое мы вынесли по первой выборке данных, остаётся ли оно в силе. Момент, когда у нас по-настоящему появилось подтверждение того, что 51-я Пегаса действительно планета, наступил в июле 1995 года. Первые данные всё ещё на кривой. Ладно, повезло. Вторые данные всё ещё совпадают с кривой. Мы такие, ладно, два — это хорошо, но, конечно, двух недостаточно. Третий всё ещё совпадали, то есть всё по той же траектории. И тогда мы сказали, ну, давайте подождём осени, чтобы быть совсем уверенными, потому что нас так смущал этот вывод, эта планета, что мы очень хотели убедиться, что это было правдой. Мы получили хороший период, хорошую амплитуду и так далее, так что тогда настало время для празднования. До этого мы не были уверены, что это планета. То есть это настоящая планета. Верьте или нет? Нет, нет теории, чтобы предположить эту планету. Но планета есть. Подтверждение 51-й Пегаса-Б. Вслед за днями слухов по всему миру, на конференции во Флоренции, Италии, новость неофициально просочилась. Открыта планета размером с Юпитер. Эта громадная планета проходила полную орбиту вокруг своей звезды всего за 4 дня. Как такое возможно? Появилась планета размером с Юпитер, но с 4-дневной орбитой. И люди знали, что это невозможно, что орбиты планет, подобных Юпитеру, были на таких же расстояниях, как Юпитер и Сатурн относительно Солнца. В Сан-Франциско у Марси Батлера по чистому совпадению было 4 дня подряд зарезервированного времени на телескопе Лигской обсерватории. Как раз нужный отрезок времени, чтобы подтвердить или провернуть заявленное. Мы очень серьезно занялись звездой. У нас было всего 4 дня. Как можно быстрее обработали данные и были потрясены увиденным. Мы увидели точно такой же сигнал, о котором объявили майор Экило. Подтверждение моих данных, для меня это было просто лучшим подарком, который я мог получить. Потому что я мог сказать, «О, хорошо! Значит, я выполнил всю работу правильно!» Все выходит из-под контроля. Открытие было проверено здесь, в Сан-Франциско, на прошлых выходных. 19 октября 1995 года. То, что может оказаться открытием новых планет вне нашей Солнечной системы, невероятно взволновало астрономов. Подтверждение открытия было сделано до самого официального заявления об открытии. Все вышло из-под контроля. Новый объект обсуждали все, кроме нас. По правилам, для точности, открытие ученых сначала рецензируется другими учеными. Рецензентов у работы было трое. Обычно, по-моему, их бывает только два, но это был особенный случай, так что редактор Нейча Лесли Сейдж сказала, что нужно быть очень осторожным, из-за сложившейся ситуации Нейча были очень строгие. Они сказали, «Итак, ребят, если вы будете обсуждать это с людьми, то мы не опубликуем работу». Так что только через месяц или около того я получил сообщение от Нейча, в котором говорилось, что «Все, с вас снято эмбарго». Просто открытие было очень большим, слишком большим, чтобы следовать принятой схеме, которая требуется для научной работы. Как только ты анонсируешь мелочи, все сразу хотят узнать об открытии. Настоящая планета. Никаких сомнений насчет этого у нас нет. Двери распахнуты настиж. Как только мы открыли 51-го Пегаса, у нас оказалась куча таких же данных. Нужно было просто посмотреть на них. У нас было два компьютера, и у нас ушло бы буквально пять или шесть лет, чтобы обработать все данные. Так что около полудюжины разных команд обратились к нам. Мол, знаете, мы получили новые компьютеры, и мы их не будем использовать в следующие несколько месяцев. Хотите закинуть на них свою работу? За два месяца Марси и Батлер открыли еще два Юпитера, вращавшиеся вокруг своих звезд. И двери к охоте за планетами были распахнуты настиж. Прошло мало времени, от отсутствия планет вообще, до момента, когда новые планеты стали обнаруживаться каждый месяц, и почти все планетарные системы, которые мы находили, сильно отличались от Солнечной системы. Они не были даже чуточку похожи. Я помню, как на собрании спросила, «Как вы думаете, как долго это будет продолжаться?» И, по-моему, Мишель Майер сказал, «О, ну, знаете, наверное, еще лет пять-десять, и потом?» Потом игре конец. К счастью, игра стала только еще более интересной. Чтобы найти маленькие планеты, надо отправиться в космос. После получения докторской степени я узнала об этом товарища из НАСА, из исследовательского центра Эймса, Билли Баруки. Я видела его на всех совещаниях, и в то время это были небольшие собрания. И он мог сидеть за обедом совсем один, и мы могли просто подсесть к нему и поговорить о всяком. Он был очень настойчивым. Билл мог идти по коридору, и когда руководители Эймса видели, что он идет, то разворачивались и шли в другую сторону. Билл Баруки в 90-х написал работу, в которой описал метод транзита. Когда планета проходит перед звездой, то ее свет совсем немного уменьшается. Измеряя яркость звезды минуты за минутой, можно обнаружить планеты, проходящие перед звездой, и мы называем это методом транзита. И приборы, которые могли бы измерить это точное изменение яркости, еще не существовали. Нужно было построить фотометр, который был бы в тысячу раз лучше, любого ранее созданного. Но я работал над программой Аполлон, над другими программами. На самом деле, это не так и страшно. Надо просто перейти к делу, узнать, что понадобится, и построить это. Нет никакой возможности находить маленькие планеты на орбитах вроде земной, если они отправятся в космос. Нужно отправиться в космос. Ему продолжали отказывать на обзорных комиссиях. Каждый раз ты исправляешь причину, идешь к ним снова, а они говорят, что это не сработает. Билл Баруки эти отчеты не читал, по крайней мере, не принимал их близко к сердцу. Он продолжил идти дальше, чтобы показать, что транзитное обнаружение работает. Он смог показать в лаборатории, что он может измерить точность, необходимую для нахождения планет на орбитах у санцеподобных звезд. Некоторые люди называли это упрямством, но я знал, что это работает. Так что он подавал и переподавал проект, и в итоге он сформировал миссию класса Discovery, которую позднее назвали Кеплер. Между датой публикации и датой, когда Кеплер был запущен, прошло 25 лет. 1, 0 и отрыв ракеты Дельта-2 с Кеплером. Вперед! На поиски планет, похожих на нашу. Кеплер открыл для нас столько потрясающих новых вещей, о которых мы и подумать не могли. И Кеплер нашел для нас то, что мы хотели найти. Те данные впервые показывались у нас на компьютерных мониторах. И там был транзит этой планеты размером с Юпитер. И данные были как бусины на нитке. Кеплер изменил наше понимание экзопланет. Кеплер был спроектирован конкретно для поиска землеподобных каменистых планет, находившихся на близких к звездам орбитах. Теперь, по данным от Кеплера, мы знаем, что планеты вроде Земли на самом деле распространены в галактике. И это то, чего мы совсем не знали раньше. Первая экзопланета отличалась от наших, и Кеплер продолжил находить все больше и больше планет, которые не укладывались в норму, и по размерам, и по составу, и по расстоянию от своих звезд. Если подумать о том, как много в нашей галактике звезд, несколько сотен миллиардов, и если у каждой есть одна или несколько, то мы смотрим на несколько сотен миллиардов планет. Чтобы добиться чего-то значительного, нужно быть настойчивым. Чтобы преуспеть с экзопланетами, нам нужно было быть очень амбициозными и очень смелыми. Эффект от Кеплера был огромный, точно больше того, что я себе представлял. По сути, он открыл совершенно новую эру в астрономии. Новая эра Теперь, когда мы знаем, что в галактике много планет, мы готовы к следующему шагу в их исследовании. Я уверен, что 2020-е годы обещают быть золотым временем для наблюдательной астрофизики. У нас есть потрясающие телескопы, спутник по наблюдению за транзитом планет, WFIRST, который является телескопом размером с Хаббл и может обозревать в 100 раз больше неба. У нас есть космический телескоп Джеймса Лэбба, самый большой и самый мощный телескоп из когда-либо построенных. И знаете, мы можем вообще мечтать о таком и создавать что-то подобное именно благодаря успеху Спитцера, Хаббла и предыдущих великолепных обсерваторий. Я жду космических миссий, которые будут использовать технологию коронографа или даже технологии замещения звезд, с которой можно будет изучать экзопланеты, блокируя свет, исходящий от звезд. И у нас есть огромные 30-метрового диаметра телескопы на Земле, которые начнут работать в 2020-е годы. Но что в будущем астрономии меня волнует больше всего, так это ответ на вопрос, одиноки ли мы во Вселенной. Найти свидетельство жизни на экзопланете, найти признаки живого мира — это в наших силах. Что такое жизнь? Жизнь — это процесс передачи информации от одного поколения к другому. Все заинтересованы в поиске планет, в поиске мест, которые напоминают нам о доме. Мы ищем какой-нибудь намек о нашем происхождении, и экзопланеты вполне способны дать нам представление об этом. За пределами нашей Солнечной системы может быть гораздо больше мест, подходящих для нас, чем мы когда-то считали. Мне кажется естественным, что нам интересно узнать, есть ли где-то в Вселенной условия, похожие на наши, и поиск экзопланет у других звезд — первый важный шаг к этому. Поиск планет — это поиск жизни. И хотя мы никогда не говорили это вслух, подсознательно мы всегда думали об этом. Сегодня астрономы считают, что планеты есть почти у каждой звезды на ночном небе. И что, возможно, у одной из десяти звезд есть планета размером с Землю, орбита которой лежит в пригодной для жизни зоне. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Услts И. Субтитры создавал DimaTorzok